А скажи, а ты любишь играть в настольные игры? Вот я так, резко перейду, но вот почему ты захотела спросить? Ну, скорее, нет, потому что мне как-то в жизни с этим не складывалось. В карте я играть не умею, в шахматы плохо. Вархаммер 40 тысяч только. Путешествия вдоль варпа. Ну, это отдельная тема, мы еще ее наверняка неоднократно обсудим. Я предлагаю перейти к следующему сюжету, который как раз рассказывает обо всем разнообразии игр настольных. Как познакомиться с девушкой? Интернет – затея спорная, ведь реальность может не совпадать с действительностью. Встреча в ночном клубе – тоже не лучший вариант. Так, надо сменить обстановку. Может, что-то и придет в голову. Если вы хотите отвлечься и с пользой провести время, а на улице погода совсем не подходящая для прогулок, то вы можете посетить специальные комнаты, где люди коротают время, играя в разнообразные настольные игры. Принято считать, что настольные игры – это скучно и неинтересно. Предпочитают их люди пожилого возраста. Мол, вообще вариантов немного – шашки, шахматы, домино, монополия. Но на самом деле это не так. Обратите внимание, сколько здесь настольных игр. И это всего лишь малая часть. В некоторое мы прямо сейчас поиграем. Меня пьют? Нет. Едят? Нет. Я нужен в хозяйстве? Да. Мною сверлят? Нет. Забивают? Нет. На мне ездят? Нет. Эта игра называется «Угадай, кто я?» Вы знаете ответ. Не говорите. Активные, динамичные и не имеют ограничений по возрасту. Они захватывают настолько, что проведенное время в компании пролетает мгновенно. Грязный постель. Вода. Яйца. Постель. Сырость. Рыба. Куклы. Чай. Кофе. Алкоголь. Каплянчик. Рызанец. Почему я? Посещать такие комнаты можно как с друзьями, так и одному. Компанию здесь найти несложно. К тому же такие знакомства помогают лучше узнать друг друга и даже по-новому раскрыться. Настолки, они развивают мозг. То есть сейчас очень модная, популярная в интернете тема, что там заходите на сайт, тренируйте память. И вообще, как ученые говорят, да, тренируйте память, учите стихи, там, я не знаю, решайте задачки. Зачем это делать? Зачем учить стихи или решать какие-то задачки скучные, когда можно прийти и весело поиграть на столку? Эффект будет гораздо лучше, потому что все-таки настольные игры, они заставляют вас шевелить мозгами. Но происходит настолько незаметно и ненапрягающе, что мне кажется, это гораздо интереснее. Едим в кинотеатре. Поп-кор. Хорошо. Поступил в универ. Кто я? Студент. Хорошо. Мы все кто? Людям. Еще по-кругому? Человеки. Вот. Человеки. Человечество. Не получается наладить контакт со своим ребенком, подобрать общие темы для разговора или хочется просто отвлечь его от компьютера? Совместное посещение игровой комнаты поможет хотя бы на время решить эти вопросы. Когда дети и родители, они не оторваны друг от друга. Они садятся вместе, играют в настольную игру и они опять-таки общаются, сближаются. Дни для детей это на самом деле очень такой опыт, если можно такое слово сказать, очень драгоценный. К нам часто приходят дети, приводят с собой родителей, сажают с собой, выбирают игру, играют с ними. И чувствуется, что дети реально хотят, желают этого, вот такого общения с родителями, какого-то совместного занятия. Мышление, логика, воображение, память, внимательность, кроме того, развивается усидчивость. Время, потраченное за играми, будет проведено не зря. И самое главное, не исключено, что ваша вторая половинка найдет вас именно там. Александр Кононов, Александр Смычек, Влад Кравцов. Утро нового дня.